Боитесь ли вы слышать возражения ваших клиентов? Не знаю, подумаю, сейчас не время, может быть потом, мне нужно посоветоваться, это слишком дорого. Если это так, то у меня для вас хорошая новость. Во-первых, нужно понять, что возражения никогда не персональные. То есть это не значит, что человек имеет возражения против вас или против вашего предложения. Это нормально иметь возражения, иметь сомнения, иметь страхи. Ваша задача как профессионала, как профессионала помогающих профессий, помочь вашему клиенту преодолеть страх, который стоит на его пути к той цели, которую он хочет получить. И возражения для этого самая прекрасная возможность. Проявите свои таланты как коуча, когда вы выходите на возражения клиента. Потому что здесь как раз для вас вот та самая зода развития вашего коучингового мастерства. 2. Вывести клиента из страха к его целям, к тому, чтобы он сказал себе «Да, я это хочу и я это сделаю с вашей помощью». Если вам нужен скрипт продающих разговоров, то у меня это есть, есть скрипт продающих разговоров, есть мастер-класс, который построен для того, чтобы вы могли помогать вашим клиентам. И также есть курс «Формула продающих консультаций». Продолжение следует...